Да, народу-то немного у нас с вами, дорогие друзья, но ничего, в Канаде сейчас самый разгар дня, мы это прекрасно понимаем, и женская короткая программа начинает соревновательную программу второго этапа гран-при по фигурному катанию Skate Canada, первого североамериканского этапа. И мы сейчас с вами предлагаем нашу с вами программу, то, что мы вашему вниманию предложим в течение этого уикенда, и так короткая программа девушек прямо сейчас, потом танцы, короткий танец, вот тут будет, конечно, очень интересно посмотреть, завтра произвольная программа «Дам» и произвольный танец, ну а традиционные показательные выступления в воскресенье, вот мы видим, что это будет даже уже 23 часа по московскому времени. Ну и представление участниц. Итак, у нас с вами здесь три канадские фигуристки, две россиянки, три американки и, кого еще нужно отметить, еще две японские девушки. И вот в эту тепленькую компанию еще у нас с вами затесалась Ларина Ли Кавалье, француженка. А, и забыл австралийку Крейн. За кем будем следить особенно внимательно? Ну, вот Ларина Ли Кавалье, очень неплохой прошлый сезон провела, симпатичная французская фигуристка, очень интересная, со своей пластикой личной. Марин Хонда. Марин Хонда, кстати, очаровательная, миниатюрная фигуристка из Японии, которая, между прочим, очень неплохо выступала по юниорам и была как победительницей юниорского чемпионата мира, так и серебряным призером. Так что тоже будет любопытно за ней последить. Ну, а, конечно, самое большое внимание Кейтлин Осмонд, канатка, призер последнего чемпионата мира, заняла второе место. Интересно будет, как начнет складываться сезон у Ани Погориллы, призер и Европы, и мира. Попережаем за Марию Соцкого и, конечно, Эшли Вагнер. Куда же без Эшли Вагнер, но после паузы. Продолжение следует... Продолжать движение к мечте день за днём под силу не каждому. Но только те спортсмены, которые не сдаются, становятся велики. Бриджстоун знает цену движения вперёд, несмотря ни на что. И даёт уверенность в достижении ваших целей. Бриджстоун. Вперёд к вашей мечте. Бриджстоун. Бриджстоун. Бджстоун. Бриджстоун. Международный чемпионат по снукеру. Воскресенье в прямом эфире на Евроспорт-2. О Салевам на пути к следующему титулу. Субтитры делал DimaTorzok Конечно же напомню о том, о чем я думаю все прекрасно осведомлены. Об очередной победе Евгении Медведевой. Она набрала 231 балл, 21 сотую. Выиграла как короткую, так и произвольную. Но, как мы с вами помним, она допустила в произвольную ошибочку. Как всегда, иронично улыбнулась, усмехнулась, покатила дальше. Доделала свою новую произвольную программу Анны Каренина. И выиграла очередное золото очередного турнира. На втором месте была блистательная Каролина Костнер, которой 30 лет. И вот в данном случае я совершенно не боюсь говорить о возрасте. Считаю, что 30 лет Каролины Костнер это огромный комплимент в ее адрес. Это уважение и это признание того, что она делает для мирового фигурного катания. Потому что то, как она катается и как она чувствует и размышляет на льду, это, конечно, потрясающая, я не знаю, потрясающая книга, книга жизни, скажем это так. А для молодых это, наверное, еще и учебник. Третья в Москве была Вакабо Хигучи, японская фигуристка, которая очень стабильно, динамично откатала свою яркую произвольную программу. В первую очередь, я думаю, что она запомнилась под Skyfall, под тему из Джеймса Бонда, из Бондианы. Леночка Родионова была четвертой. Вот, наверное, основные результаты, что касается женского турнира первого этапа. Таким образом, у Медведева сейчас 15 баллов, у Костнер 13, у Вакабо Хигучи 11, у Леночки Родионовой 9. Ну и дальше, что называется, вот это вот поубывающий. По списку, напомню правило, что за, как вы понимаете, за победу у нас 15 очков, за второе место 13, 11, 9, 7, ну и так далее, далее, далее. А затем эти очки складываются, и шесть самых богатых этими баллами фигуристок попадают в финал Гран-при нынешнего сезона. Но, а не будем забывать, что сезон-то у нас с вами олимпийский, и поэтому, конечно, все будут смотреть сейчас на этапы Гран-при, кто как выступает, какие у кого программы, где технически, кто абсолютно совершенен, у кого есть преимущества. Потому что понятно, что тройный лут, тройный тулуп стал уже базовым каскадом и у девушек, но в то же время, а вот какой второй каскад, какой будут делать. И, кстати, сегодня будет интересно посмотреть, что в заявках у тех фигуристок, которых мы сегодня увидим. Вы смотрите канал Евроспор, дорогие друзья, мы вас приглашаем в Канаду. Это второй этап Гран-при нынешнего сезона Skate Canada, первый североамериканский этап. И начинает его канадская фигуристка, здесь у нас их три представлены, Ларкин Остман. Взяла она тему из мюзикла Кабаре, 19-летняя фигуристка с очень-очень низким рейтингом. Напомню, что сейчас расстановка фигуристок вот в этой вот стартовой табличке, она делается в коротком программе, делается по их рейтингу. Следовательно, Остман у нас самая не рейтинговая фигуристка, назовем это так. И, следовательно, что Марин Хонда, которая будет завершать вот эту первую разминку, она обладает из этих девушек, из этих шестерых девушек наивысшим рейтингом. Ну вот видите, да, через троечку она сделала свой каскад, должен был быть тройной сальхов, тройной тулуп. Но тройной тулуп-то и не было, просто тройной сальхов, потом через троечку, потом одинарный тулуп и покатила дальше. Дальше прыжок с шагов. Флип. Приземление на две ноги, падение. Первое из трех вращений, это был прыжок-волчок. Три вращения у нас в короткой программе у одиночников. Одно прыжок во вращение, в данном случае прыжок-волчок. Затем вращение в заклоне, вот сейчас как раз канатка его демонстрирует. Попыталась, я бы так сказал, продемонстрировать вращение в заклоне. И еще третье вращение обязательно у нас, это комбинированное вращение со сменой ноги. Три прыжковых элемента, каскад, прыжок шагов и обязательный двойной аксель. Вот двойной аксель как раз из этих прыжковых элементов у нее получился лучше других. Хорошо, динамично, с хорошим выкатом. И дорожка шагов, тоже обязательный элемент короткой программы. Чтобы получить четвертый уровень в дорожке шагов, нужно продемонстрировать определенное количество всех шагов, которые есть в фигурном катании. Это и скобки, и петли, и маухоки, и, в общем, чего здесь только нету. И от того, насколько свободна фигуристка, ну и в данном случае это может относиться и к мужчинам, и насколько свободна фигурист. Вы исполняете эти шаги, насколько четко он показывает реберное катание, как четко он показывает смену ребер, хорошие дуги, при этом свободное владение корпусом. Вот это все позволяет технической бригаде поставить четвертый, самый высокий уровень сложности, следовательно, поднять стоимость этой дорожки максимально в базе. А уже судьи там дальше ставят плюсы или минусы. И в конце вот она как раз делала вращение, каменевое вращение со смены ноги и завершила короткую программу мадемуазель Остман из Канады. 19 лет ей, она из Британской Колумбии, из Нового Вестминстера. Будем так говорить, что организаторы предоставили Wild Card этой 19-летней девушке. Она студентка, которая давно занимается фигурным катанием. В шесть лет она встала на коньки. Ну, как мы понимаем, все-таки в Канаде коньки это, можно сказать, часть национальной философии. Поэтому там на коньках катаются все с младенчества. Ну, вот она уже шести лет серьезно занималась фигурным катанием. Вот нам показывают первый ее каскад через троечку. Один оборот она тут сделала тулуп. И Аксель, ну, Аксель, да, Аксель хорошо, ровно, с контролем корпуса. Право выступить здесь. Она еще заслужила, конечно, во многом своим прошлогодним выступлением на чемпионате Канады, где стала четвертой. На юниорской мере выступала несколько сезонов назад и была там во втором десятке. Ну, в общем, такой, знаете, далекий середнячок, никогда не входивший в сборную своей страны на взрослом уровне. По юниорам она была в сборной, а уже во взрослом фигурном катании нет. Ну, и, по большому счету, этот дебют у нее получился таким чуть-чуть дерганым. Мы это с вами все видели. Она и перенервничала, и поэтому и падение. Тут все вместе. Срок 1.79. Ну, это так, что называется. Нам с вами эти цифры, в общем, и не нужны. Кейлани Крейн выходит на лед, 19-летняя девушка, представляющая Австралию. Ну, мы все помним, какой фурор произвели австралийцы год назад на юниорском мире. Там австралийская пара победила. Ну, она во многом, конечно, российская пара, но под флагом Австралии, тем не менее, выступает. Ну, а вот австралийская одиночница, 19-летняя, которую мы видели на последнем чемпионате мира. И где она, кстати, пробилась в произвольную программу, заняла в ней в итоге последнее место, 24-е место. Но все равно падание в произвольную, это очень хороший результат. Алла Фиджеральд. Dream a little dream of me. Ну, вот здесь, смотрите, заход на тройной флип. Молодец. Прекрасное настроение. Молодец. 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 Продолжение следует... 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 то есть средний у нас с вами такой уровень это где-то 62 63 64 балла это вот средний уровень все что потом под 70 это уже где-то первая тройка ну так мы так сейчас примерно да все что 60 и ниже это вот сюда в первую разминку произвольной программы ладно кортни хикс на льду 21-летняя американка когда-то очень большая надежда с ней связывали она была достаточно стабильно на нью-йоркском уровне но возраст он делает краши и не бережет фигуристок зачастую да сразу не получилось сделать то что задумала у нас вами кортни хикс хороший дорогой каска должен был быть тройной флип тройной ритбергер сложняют девушки пришлось и так сделать через троечку через петельку такую знаете 942 сейчас его каскад оценен музыка не у мариконы ногтюрно знаменитая ногтюрная не у марикона музыка не у марикона музыка connaула Хорошо. Молодец. Тройную лунцу, двойной аксель. Субтитры сделал DimaTorzok на Кубок Ростелеком и она там выступила тогда год назад очень хорошо и заняла в итоге третье место. И в итоге даже с этим третьим местом она уже могла претендовать при удачном выступлении на втором этапе на финал. Но второй этап не получился. Девятая в Китае, в Пекине и все. Призрачные надежды растаяли. Вот мы видим слева тот сент. Помните, была замечательная пара призеры чемпионатов мира. Дженни Мена и Тодд Сент. Они муж и жена. Они тренируют Кортни Хиггс. Джонатан Кассар. Хореограф-постановщик и Роэн Ворд. Давайте еще раз посмотрим за качеством всех исполненных элементов. Вот здесь, конечно, флип. Ать! Да. Пришло здесь, конечно, чуть-чуть уже тут докрутил на льду, но и поединение засчитают. Засчитают в пользу спортсмена. Вот этот луц, наружное ребро. Здесь хорошо, хорошо. Здесь дуга на выезде, положение. И мгновенно она сделала сразу двойной аксель. Там тоже все было чисто. Ну, программа абсолютно на плюсы. И, в общем, спорить даже, я думаю, здесь никто и не будет. Интересные позиции. Хотелось бы, конечно, более плотные, может быть, позиции, чтобы угол в согнутом колене был все-таки меньше 90 градусов. Ну, это, что называется, уже определяется ее личными возможностями. И, конечно, ее возможностями при сложных тех положениях, которые они выбрали с хореографами и тренерами. На чемпионатах мира она никогда не выступала в сборную США. Никогда не входила. Но вот по этапам гран-при она достаточно давно ездит, катается. Но вот из самых больших ее успехов, я уже сказал, это третье место на Капу Фраша. И второе место на НЧК и Трофе. К сожалению, у нее получается так. Один удачный этап, потом неудачный. Или наоборот, неудачный, потом удачный. Вот уже, вот я говорил, средний уровень, 64, 64. Это уже хорошо. Но там все-таки у нас с вами очень сильные соперницы, которые будут стремиться за 70 баллов. И они ориентируются на эти за 70 баллов. Ну, кстати, мне нужно сказать, что максимум в короткой программе у Кортни Хиггс был 65 баллов и 60-х. Это как раз на НЧК и Трофе, где она была второй два сезона, по-моему, назад. А у Ален Шартран, которую мы сейчас с вами видим, она будет кататься под знаменитая танка, либертанка Астра Пьицола. У нее рекорд 67, 38 ее личное достижение. Вот тут они сейчас будут друг с другом соперничать. Ален Шартран была и чемпионкой канаты, и серебряным, и бронзовым призером своей страны. Луц. Ай, да, ошибка была. Прямо на отталкивании было видно, что все, не получился удар. Мгновенно, конечно, настроение потеряно напрочь. Ну, пришлось вот здесь выкручиваться ей, чтобы не терять каскад, чтобы ей засчитали тот Луц, как прыжок шагов, а к Риттбергеру добавила тулуп. Не получается. Не получается. Луц. 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 Соперничество с Кортней Хиггсом она здесь в короткой программе проиграла. Три года назад на Кубке Ростелеком, кстати, она 18 лет, она очень здорово выступила, завоевала бронзу. В общем, наверное, самый большой успех. Ой-ой-ой, 46-51, да. 46-51, это она у нас ниже австралийской фигуристки опускается. И тяжелые, тяжелые часы ей предстоят. Ну, а теперь представительница Австрии Ларин Ли Кавалье. Долгое время была там третья, вторая, вторая, вторая на французском национальном чемпионате. Понятно, что за Мейбернис Мейте. Вот в прошлом году выиграла французское первенство, стала примой французского фигурного катания. И очень, очень хорошо смотрелась на чемпионате Европы прошлого сезона, где заняла пятое место. Ну, на Мире было чуть похуже, но, тем не менее, тоже достижение. Первый раз вошла во второй десяток мирового чемпионата. Смотрим новый сезон Ларин Ли Кавалье. Мишель Легран, лето 42-го. Ой-ой-ой-ой, там чуть-чуть, мне кажется, коснулась свободной ногой, но ничего, выехала. Ладно, чтобы недокруты не было, чтобы засчитали по максимуму. Тройной Луц, тройной Тулуп 9,77. В базе у нас тройной Луц, тройной Тулуп 9,3, 9,77. Ну, нормально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Шикарная программа, шикарный прокат. Публике очень понравилось. Действительно, очень-очень красиво. Причем сплошные плюсы. И с точки зрения хореографии, образа и, конечно, технический двойной аксель очень качественно получился. Риттбергер тоже молодец, делала. Она такая очень позитивная, улыбчивая в прошлом сезоне. Прямо по ходу сезона приняла решение, уехала из Европы, переехала в Северную Америку, в США, в Колорадо Спрингс. И примкнула к группе фронтменом, который является Джейсон Браун. Вот мы видим, да, что это как раз тренеры Джейсона Брауна. Вот нам показывают районную луту. Здесь тулуп что? А, нет-нет, не коснулась, не коснулась она свободной ногой. С другой камерой мне показалось, как-то она так заплелась у нее, свободная нога. Она ее долго выносила, посмотрела, да, ну ничего там, с маленькой такой скобочкой, но сделала выезд после Риттбергера. И вот смотрите, аксель какой, а? Все чистенько, четко поставила ногу, раскрылась, выкатила. Большая умница Ларинли Кавалье, 21-летняя фигуристка из Инжен-Лебан. Небольшой французский городок. Тренировалась в свое время у Колоди Тавинар, у Кати Лемер. Ну и вот эти жизнерадостные молодые, такие очень, я бы так сказал, тренеры со своей индивидуальностью. Что Кори Ады, она справа, что Рейнворд, он слева. Для них фигурное катание – это не только прыжки, это в первую очередь хореография, в первую очередь образ, это общение с публикой. И поэтому, вот видите, какая благодарность за поддержку. Поэтому и Джейсон Браун, такой уникальный фигурист, фигурист из этой группы. 59.08, да, хочется потом посмотреть судейский протокол, потому что, ну так, чуть-чуть, конечно, они улыбаются все, но вообще-то ожидали, конечно, где-то в районе 60, там, 2-63 баллов. И одна из самых юных, наверное, самая юная даже, наверное, фигуристка нынешнего гран-при, вообще, не этого этапа, а всего гран-при этого сезона, дебютантка взрослого гран-при, 16-летняя Марин Хонда. В прошлом году была победительницей, призером юниорских этапов, в финале была второй, годом ранее в финале юниорском, также в финале гран-при была третьей, золотой и серебряный призер двух юниорских чемпионатов мира. Очаровательная японская фигуристка. Дэвид Уилсон и Джеффри Баттл. Ну, сразу видно, да, что Дэвид Уилсон и Джеффри Баттл ставили программу к этому сезону. Стой, 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 стой. Ну, молодость, молодость. Может быть, и перенести бы тройную эту луку туда, ко второму прыжку, но нет. Стало делать. Очень хороший уровень катания. Она не мастрирует так называемые скейтинг-скиллз. На хороших дугах. Очень чисто катается. Смотрите, почти не летит крошка из-под ее коньков. 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 Очень красивая программа, программа с открытой душой, с открытыми руками. Это, конечно, очень приятно всегда смотреть такие постановки, когда ты видишь, что действительно, вот знаете, как говорят, ты катаешься со своей мечтой, ты катаешься с чем-то вот самым светлым для себя. И ты должна эту светлую, эту мечту в течение всей программы сохранить, чтобы она стала осязаемой над тобой, над льдом. И вот это ощущение, когда оно возникает, очень дорогого стоит. И браво постановщикам, браво самой фигуристке, юной, миниатюрной, очень очаровательной. Я думаю, что если будет хорошо кататься, то ждет ее прекрасное будущее, и как фигуристки, и как, будем так говорить, героиня шоу-бизнеса. Я думаю, что с такой внешностью у нее не будет отбоя от предложений рекламных, съемочных и так далее. Да, вот это одна ошибка, и она, к сожалению, у нас с вами без акселя. Обязательно должен быть двойной аксель в женской одиночной программе. Исполнен полтора оборота, не засчитываются. А она как раз и сделала, по-моему, полтора оборота. Сейчас там, по-моему, покажут после вот этой либеллы. Да, вот мы видим, да. Переволновалась, переволновалась Марин Хонда, у которой вся семья занимается фигурным катанием, и ее сестры, и старший брат, все-все-все. Ну вот, Марин наибольших успехов из всех своих родственников пока что добилась. На юниорском уровне была блистательна. Сейчас уровень взрослый. Ну что же, тут и на других посмотреть и себя показать. Вот, наверное, самая главная задача. Пока себя показать в полном великолепии не получилось. Я думаю, что все, конечно, оценят ее внешние качества. Все ее обаяние все оценили. Посмотрим, что она продемонстрирует в произвольной программе. У нее Джакомо Пучини, Турандот произвольный этого сезона. Ну, это через день. Сейчас снова катает она, мы видим, да? Попрокатывает свою короткую программу от начала до конца. Вот только что она, мы видели сначала, прям видно было, как промелькнул каскад с падением, не сделанный. Потом, значит, вот она помотала головой. Это был, видимо, аксель в полтора оборота. Ну, вот сейчас, видимо, у нее финал, да? В этих воспоминаниях. Все, хватит мучить девушку, давайте оценки и дайте человеку поплакать. 52,6. Для нее большое разочарование, потому что личный наилучший результат 68 с лишним. Поэтому непросто, непросто складывается этот сезон, дебютный сезон во взрослом фигурном катании. Итак, Кортни Хиггс у нас 64,06 получила. Тем не менее, она первая. Честно скажу, что очень жалко Ларинли Кавалье, потому что 59,08, ну, не совсем те оценки, которые хотелось бы видеть при таком качестве хореографии и проката. Ну, остальные, вот, к сожалению, вот эта австралийка молодец, а остальные все, конечно, остав по трибунных помещениях плачут, наверное. КОНЕЦ Как хорошо, когда они болеют, как было еще вчера. Полиоксидоний с комплексным действием направлен на борьбу с простудой и гриппом. Полиоксидоний для взрослых и детей с трех лет. Когда не хватает гигабайтов интернета, но остаются минуты пакета, что в этом случае предпринять? Менять. Менять. Этим правилом мы поделимся с каждым, чтобы в ситуации важной абонент мог тариф под себя подгонять и лишние минуты на гигабайты менять. Менять минуты на гигабайты – право каждого. На всех тарифах линейки «Мой Теледва». Теледва. Другие правила. «Мой Теледва». Бархатистый. Попробуйте сами. J7 фрукты целиком. Сок, которого еще не было. У каждого своя дорога. И на каждой из этих дорог нам по пути. Моторное масло «КИС». Дорог много. «КИС-1». 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 Шкода «Октавия». Вся семья в сборе. Международный чемпионат по снукеру. Воскресенье. В прямом эфире на Евроспорт-2. О Салевам на пути к следующему титулу. Эшли Вагнер. Мария Соцкого. И Анна Погорилы. Мы с вами в прямом эфире, дорогие друзья. Смотрим «Скейт Кеннадо». И представление участниц короткой программы. Сейчас перед нами Кейтлин Осмонд. Прима канадского фигурного катания. Мы с вами не увидели только, как представили Рику Хонга и Карен Чен, американку. Ну вот порядок выхода на лед в короткой программе в этой разминке. Разминка очень сильная. Ну, вы посмотрите, да? Рика Хонга. Ну, что Рика Хонга? Рика Хонга у нас с вами отличилась только на турнире с четырех континентов. Дважды была бронзовым призером. Карен Чен была в прошлом году четвертой на чемпионате мира. Не будем об этом забывать. А дальше. Поехали. Эшли Вагнер. Серебряный призер чемпионата мира 2016-го. Мария Соцкого. Четвертое место на чемпионате Европы прошлого сезона. Анна Погорилы. Бронзовый призер чемпионата мира. Бронзовый и серебряный призер чемпионатов Европы. Кейдлин Осмонд. Серебро мирового первенства прошлого сезона. Так что состав будь здоров. И, конечно, интереснейшая борьба она ждет. Шикарное платье у Анечки. Она, как всегда, обворожительна. Российская фигуристка с характером и с очень таким правильным и интересным взглядом вообще на жизнь, на фигурное катание. Ну, а Кейтлин Осмонд опять в черном. Кейтлин. Как и год назад. Решила не искать добра от добра. И оставила свою прошлогоднюю короткую программу. Шикарную короткую программу под Эдит Пиаф. Ну, знаете как. Имеет право. Имеет право. Потому что, во-первых, программа шикарная. Во-вторых, конечно, не поэтому она ее оставила. Она ее просто очень хорошо чувствует. И поэтому исполнение этой короткой программы получается просто шикарно. Мы это видели в прошлом сезоне. Ну, и почему бы не оставить действительно такую шикарную короткую программу на сезон Олимпийский. Ну, да, тот же Зурханю взял и вернулся даже к позапрошлогодней программе, к произвольной, к Сэймэй. Которая, конечно, у него очень здорово получалась. И которая придает ему силы. Это очень важно, когда музыка, образ, характер настолько твой, что ты становишься сильнее с каждым тактом музыки. И мы это видели. И это абсолютно логично, когда такая программа, она врастает в фигуристы. И фигурист врастает в нее. И, честно говоря, когда вот такие программы повторяются, они не надоедают. Аран Чен. И Эшли Вагнер. О, Эшли Вагнер в черном. Ну, и, между прочим, Эшли Вагнер тоже у нас с вами в этом сезоне решила, что... Че уж тут придумывать. Была обалденная короткая программа, от которой буквально залы готовы были неистовствовать. Порой так и делали. Это замечательная программа Эшли. Хеп-хеп-чин-чин. Так что нас сегодня ждет такой вечер ностальжи от Эшли и от Кейтлин Осмонд. У Марии Соцкого и Чайковский. Лебединое озеро. И у Анечки Погорилы. И у Эшли Эсперанца. Максима Родригеса. Короткая программа. Ну что же. Тем будет интереснее смотреть. Старая и новая. Каран Чен последняя ушла со льда. И у нас на площадке осталась Рика Хонга. Итак, дорогие друзья, сильнейшая шестерка. Короткая программа. Девушки. Второй этап гран-при нынешнего сезона. Скейт Кеннадо. И открывает Рика Хонга. 21-летняя ученица Хирошина Гакуба, Юрика Наруза и Миха Кавауми. О, Фортуна. Тема из Кармины Бураны. Траме флип, траме тулуп. Ну, когда она вот так прыгает, тут действительно не сомневаешься, что исполнит. Потеряла скорость. Она во вращении в заклоне. Прыжок в либелу. Положение в кольце. Положение в кольце. Лут с рукой наверху, но я бы не сказал, что она прям явно показала наружное ребро. Но при начале прыжка и Аксель тоже с рукой разучила. Разучила она и Траме Лут с рукой, и Аксель с рукой. Женя Медведева заставляет всех усложнять каждый нюанс. Аксель с рукой, и Аксель с рукой, и Аксель с рукой. Ух, какая энергичная, качающаяся либела. Далековато поставила вторую ногу. При смене. Что называется, драйвово, энергично. Но как только у нее этого нету, когда у нее вот нет этой энергии, прям казалось, да, что вот этот голос, вокал, который звучал надо льдом, что это и с нее происходит. Вот когда этого нет в ее катании, она не так выигрышно смотрится на льду. Вообще не смотрится зачастую. Ну, тут есть некоторые моменты. Во-первых, чуть-чуть она, знаете, так чуть-чуть сутулившись она катается. Ну, что поделать. Ну, вот привык человек, да. К сожалению, вот такой вот расправленных плеч. Да, помните, как Ларин Ли Кавалье или как Марин Хондо у нас с вами каталась. Да, лучше сравнивать с Марин Хондой, которая в предыдущей разминке вот с этими открытыми, расправленными плечами вот подавала. Вот этот образ, свет. К сожалению, у Рики Хонга этого нету. Нужно брать действительно энергетикой, мощью. Это первый момент. Второй момент, если уж так говорить, я не знаю. Мне кажется, что как-то вот эти, ну, может быть, не наше дело, не мое дело, но... Такие блестящие телесного цвета колготки, они как-то чуть-чуть так отвлекали внимание в свете софитов, отблескивая, придавая какой-то неживой оттенок кожи. То есть такое ощущение, как будто сверху человек, а снизу кукла катается. Вот. Сори, но, в общем, в фигурном катании мелочей нет. 21 год, я уже говорил, девушка из Синдай. Впервые она у нас с вами появилась во взрослом туре в сезоне 14-15, сразу после Олимпийских игр в Сочи. И тогда, кстати, заняла шестое место на чемпионате мира, неплохо выступала на этапах гран-при. И даже была призером, призером этапа гран-при. Она была второй в Пекине на Кубке Китая. Вот нам показывают. Они, да, крут, но, скорее всего, засчитают. О, а вот это уже не засчитают. Здесь будет, здесь, да, здесь явно больше четверти оборота. Извините, это уже галка. Это уже, значит, не 4-3 в базе, а 3-0. Вот мне непонятно, то ли это из-за вот этих колготок, то ли это действительно так. Но ощущение такое, что она сильно перезанималась в зале и мышцы смотрятся чересчур атлетично. Вообще, конечно, очень тонкий по настройкам вид спорта фигурное катание. Найти этот баланс между силой, резкостью и в то же время пластичностью и легкостью, это очень и очень непросто. 61,6, она вторая, она проигрывает. Кортни Хиггс усмотрели все недокруты. Судьи, вот видите, 29-33 у нее за компоненты. Это лучшая компонента на сегодня. У нее вот 29 с чем-то. Если говорить о компонентах, то 28-83, 28-68. Это Хонда и Хиггс. Да, придется Рике Хонга бороться с недокрутыми. Никуда не денешься. Карен Чен, ученица Тэмми Гэмбл. 18 лет ей. Мулен Руш, танк Роксаны. Ну, я думаю, что единственное и самое главное, что нужно сказать о Карен Чен, которая не блистала в свои совсем юные годы. Не в юниорском катании, не вот в первом взрослом сезоне. Но четвертое место чемпионата мира, последнего, это место абсолютно заслуженное за очень стабильное и красивое катание. Поэтому я так думаю, что, конечно, соперница, она, может быть, многие ее так, знаете, чуть на задний план отводят. Но соперница серьезная. Хорошо катит. Держись! Так, к падению она была ближе, чем к спасению этого прыжка. Должен был быть каскад, районный луст, районный тулук. Продолжен был быть каскад, районный тулук. Продолжен был быть каскад, районный тулук. Должен был быть касkад, районный тулук. Продолжен был быть каскад, районный тулук. Добавляй. Только двойной. 3-2. А ну или триггер, двойной тулук. Должен был быть каскад, районный тулук. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и двойной аксель получилось у нее хорошо Вращение в заклоне очень долго она искала Центр, вот вы знаете ее сносит, 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 сносит Сносит, вот здесь она центр нащупала Вот в этой позиции тут опять движение В общем, да, вращение динамичное, хорошее Но центровка страдает Поэтому тут не сказать, что судьи много плюсов поставят Ну и в итоге, в итоге Карен Чен У которой все ее личные рекорды Это рекорды, конечно же, со столь удачного Последнего чемпионата мира Она сейчас отстанет от своего результата Короткой программы лучшего Там у нее было без двухсотых 70 баллов А здесь будет 60, сколько? Два? Ну вот 61,77, да? 61,77, она вторая Кортни Хиггс Сумма 64,06 Уже середнячков поднимается все выше и выше Кортни Хиггс у нас с вами уже 100% в сильнейшей разминке В произвольной программе Ну, кстати, Карен Чен тоже, скорее всего, у нас с вами все-таки, да? Попадает она в сильнейшую разминку в произвольную Ну, ладно, еще так рано заглядывать Вперед, потому что не будем забывать У нас все-таки женское одиночное катание Эшли Вагнер Ученица Рафаэла Артюняна Ну, давайте, сейчас Покайфуем Хип-хип, чин-чин У нас, кстати, в этом сезоне короткий танец, ведь латино, да? Обязательная румба, там, ча-ча Самбо и все-все-все Ну, вот у нас, видите, так Разминка перед танцорами Эшли со своей латиной Класс Там чуть-чуть, конечно, на втором прыжке Замялась Выносила ногу, но сделала Транный флип, тронный тулу М筒-бит ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Риттбергер остался. Стоять, молодец, стоять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, какая-то замороженная канадская публика в Риджине. Ну, уж даже на вращении задавала ритм аплодисментов Эшли Вагнера. Они так потом и просидели молча. Ну, да, такие хип-хип, чин-чин. Ну, ладно, у нас там впереди Кэтлин Озман, ей будем аплодировать. Да. И сейчас тоже замолкли. Ну, как можно не аплодировать Эшли Вагнер, когда она так катается. Супер программа, одна из самых ярких вообще в ее карьере. Я понимаю, Рафаэл Ортюня, но он эту программу сотни раз видел, но он в середине смотрел куда-то наверх. Потом, когда она подъехала к его борту, он внимательно смотрел, как она там делает петли. Ну, а здесь он, видимо, уже ей тут все про ее прыжки рассказывает. Классная группа у Рафаэла. Рафаэл Ортюня, Надежда Канаева, постановщик программ Шейлин Бурн. Это программа Эшли Вагнера, я имею в виду. Да и ученики, конечно. Вот Эшли очень давно у Рафаэла катается, появился еще Натан Чен. Но нужно сказать, что вот те успехи, которых в итоге достигла Эшли Вагнер, это все объясняется тем, что они несколько лет пытались изменить ее отношение к тренировкам. И в итоге она поняла, поняла, что нужно оставаться, нужно работать больше. То есть не тогда, когда тебя загоняют на каток или когда у тебя тренировка, а потом самой. И вот когда она вдруг начала дорабатывать и перерабатывать, вот тут начало получаться многое. Ах, тут недокрут, конечно, скорее всего, будет. Скорее всего, будет недокрут. Здесь-то нет, вот здесь засчитают. А вот здесь, ну вот, да, ну тут это же называется уже решать техническим специалистам. В пользу спортсменки или нет. Риттбергер, ну здесь засчитают, я думаю, что Риттбергер по базе пойдет по максимальной. То есть 5-1 на стороне Риттбергер. Олимпийских игр в свое шестое место, о, седьмое место она заняла, прошу прощения. Седьмое. 61,57, а? Нет, 28,10. По технике, ой, сколько ей, ой, сколько ей техники-то снесли, а? За что? О, неужели все вот эти маленькие недокрутые все-таки посчитали? 28,1, это меньше, чем Австралийка получила за технику. То есть 28,17. Да, техническая бригада прям злобствует, а? Не хотят, они прощают, я шли вагнеры, эти недокруты. У них другие любимые фигуристы. Ну, смотрим дальше. Мария Соцкого, тренер Елена Буянова-Водорезова. Да, но здесь Машу выводит хореограф Рин Тагаева. Машу у нас сребряный призер юниорского чемпионата мира. Это было позапрошлом сезоне. Первый прошлый сезон был уже во взрослом фигурном катании. Во многом очень успешно. Добавила скольжение, добавила в докрученности прыжков. Сейчас все это надо продемонстрировать. Разучила лут с рукой, молодец! И тулуп с рукой. По-моему, все очень чисто по выезду. 10 баллов должны дать. О, 11 даже, молодцы! Все посмотрели и все плюсанули. И, ой, ой! Субтитры создавал DimaTorzok Флип тоже с рукой. Это все новое. Это все разученное к этому сезону. Аксель Хорошо, чисто. Субтитры создавал DimaTorzok Красивая классическая программа Чайковский, Лебединое озеро. Все прекрасно. И очень красивое и качественное. Самое главное, качественное катание. 35.84 нам сейчас компьютер показывает. Относительно оценок Кортни Хиггс. Вот 34.62. А... Ну, посмотрим. Может быть, все-таки на этом компьютер остановится. Потому что... Ну, кажется, что придраться сложно к чему-то. 34.46. Компьютер там сотый туда-сюда гоняет. 17 лет Маше. Она у нас по юниорам очень неплохо смотрелась. Я уже говорил о том, что она была серебряным призером юниорского мира. Кроме этого, она пробилась в свое время и в юниорский финал гран-при. И там тоже была вторая. Вот Ирина Тагаева. Хореограф. Тренер-хореограф ЦСКА. Где как раз катается Мария Сотского. Ирина Тагаева очень давно работает вместе с Еленой Буяновой-Водорезовой. И очень многих учеников, конечно, они воспитали, вырастили. И, в первую очередь, тут нужно говорить об Делине Сотниковой. И нашей первой олимпийской чемпионке в женском одиночном катании. Произвольная у Маши Дебюсси. Клэр Делун. В свое время она, когда набрала больше 70 баллов за короткую программу, у нее личное достижение 72-17. Это чемпионат Европы. Как раз с 2017 года. Прошлый сон, где она стала четвертой. Она как раз, когда очень правильные слова сказала, сравнивала себя с Каролиной Костнер. И очень грамотно сказала, что, конечно, за Каролиной надо смотреть и пытаться вот расти к ней. Говорит, я для этого и катаюсь, чтобы постепенно получать все лучше оценки, для того, чтобы катание было вот такое. Она сказала, матерое катание Каролины Костнер. Это очень правильные, осознанные слова совсем юной фигуристки, которая при этом, в общем, катается очень и очень здорово. Костнер в ее годы так не каталась, если мы вспомним. Хотя, конечно, скольжение у Каролины всегда было удивительным. 66 и одна десятая. 34,39 в итоге. И 31,71 за компоненты. 31,71 за компоненты. Это вторая сумма сегодня после Эшли Вагнера. У той 33,47. То есть по компонентам Маша молодец. Она вот так близка к примам фигурного катания. Ничего, хорошая позиция. Я смотрю, у нас сегодня судейская бригада. Я бы даже сказал, не судейская, а техническая бригада. Вот такая критически настроенная. Жесткая бригада сидит. Они тут недокруто всем галками обставили. Тут Кортни Хиггс, да, обратите внимание, чистенько откаталась. И в итоге у нее сейчас лучшая сумма за технику. Тогда как, в общем-то, все, и Эшли Вагнер, и Маша Соцкого, конечно же, они по катанию сильнее Хиггса. И особенно по второй оценке, где есть как раз и скольжение, и уровень катания. Но теперь смотрим и переживаем за Аню Погорелую. Асперанца Максима Родригеса. Ух ты, в борт, в борт, в борт. Нормально. Ну, 11.35. Трэнеллу странит Улуб. Отпульсовали богаче, чем Маша Соцковой. Отличное вращение. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Остался двойной аксель Ой-ой-ой Корявый был прыжок в Либелу Но так можно сорвать Фух, что же мы все время За тебя, Аня, так переживаем Ой Что ни прокат Вот даже уж вроде бы Все, все хорошо Но вот всегда нервы натянуты Ну, с другой стороны, знаете, как Катание должно Держать в напряжении Оно должно вот захватить с первых секунд И не отпускать Вот у Анечки всегда такое катание Вот Даже когда Она катается просто безукоризненно Как сегодня практически, да И катается очень здорово Но всегда вот это вот такое, не знаю Какое-то ощущение А что может быть срыв? Оно где-то там в глубине сидит Может быть и у нее оно сидит Поэтому и нам передается Я уж не знаю Но Напомню, что Аня у нас Появилась Еще в Сезоне 13-14 В сезоне Олимпийском Тогда на чемпионате мира Это был ее дебютный чемпионат мира Она сразу стала четвертой Тогда, помните, Юлия Липницкая Выиграла серебро А Аня Погориллая Завоевала четвертое место И это после третьего места По юниорам Годом ранее И пошло дальше Это уже, между прочим, она пятый сезон проводит На взрослом уровне Бронзовый чемпионат Европы 13-й местный чемпионат мира Потом был самый удачный Самый стабильный сезон 15-16-го годов Две бронзы И Европа, и мир И повторение практически Того же самого срыва Что и в 14-15 году В 16-17 Серебро Европа 13-й на мире Со слезами Со слезами С падениями С таким разочарованием Андрей И вся семья Андрей Егор, привет Анна Царева ее тренирует Очень давно С ней работает Вот нам показывают Вот здесь Здесь, здесь, здесь Да, вот здесь могут придраться Мы понимаем, что техническая бригада Очень сегодня Суровая Здесь тоже и площадки не хватило Да, тут нужно еще адаптироваться Каток-то у нас с вами канадский И площадка меньше Уже Поэтому Тут вот Анечка Со своим прекрасным Размашистым скольжением Она Бортики чуточку так облезала Ну, слава богу, не касалось их Но пришлось Чуть-чуть и дорожку Ужать И выезд у нее в итоге Чистый С каскада не получился Хотела она уходить От Царева И перед прошлым сезоном Но в итоге Решила, что она остается Потому что ей важно быть Скажем Лидером группы Единственной Чувствовать себя единственной фигуристкой В группе Главной фигуристкой Будем так говорить Не единственной Главной Да, в котором Уделяется много внимания 35-98 И она опережает Кортни по технике 33-07 Она В данном случае 4 десятых Проигрывает Вагнер по компонентам Но по общей сумме Становится Первой И развязка У нас с вами Дорогие друзья Итак Анна Погорилая Мария Соцкого Кортни Хиггс Потом идет Карен Чен Рика Хонга И только затем Эшли Вагнер У нас получается Эшли Вагнер У нас с шестым Результатом Скорее всего Ну если конечно Сейчас у нас Не устроит Кэтли Носман Что однажды Было уже в ее карьере Но я думаю Что этого не случится Эдит Пиаф Ей не позволит Эшли Вагнер Сейчас шестая Да, даже Эшли Не попадает В сильнейшую разминку Ну ладно Наслаждаемся Франция Париж Эдит Пиаф На льду Кэтлин Осман Как в прошлом сезоне Трайный флип Трайный тулуп А вот это хороший прыжок В лебелор Обратили внимание Амплитудно Высоко Ох, сейчас техническая бригада Все засчитает по максимуму « Втоплитудно» Я grupp Turtle Что-то Амплитудно Ребята Ребята Якобы Б北 Корр tribes Брат Было Брат Субтитры создавал DimaTorzok Ну хоть здесь зал себя проявил, ну хоть тут он наконец-то аплодировал в полную Да Очень такой патриотично, ультрапатриотично настроенный зал Ну да ладно, простим это канадской публике, сегодня было много классных прокатов Но тут уж не по спори, что Кэтлин Осмонд выдала лучший прокат сегодняшнего вечера И по частоте всех выездов она конечно была безупречная И я так, ну тем более у нас Кейт Кэнда, дорогие друзья И сейчас плюсов она наберет Ой-ой-ой, тут уже даже, видите, сумма-то у нас растет Тут техническая бригада думает, ой, да мы сейчас ей еще тут и пятый уровень сложности поставим Ну ладно, не будем над ними издеваться Они сегодня были строги, вплоть до последнего проката Но объективно говоря, давайте мы с вами это видели только что, сейчас на повторах посмотрим Внимательно, объективно говоря, Кейтлин была безукоризнена То есть все выезды, они чистейшие, прыжки высоченные, пролеты длиннющие Очень мобильные, динамичные, вращения четкие, позиции самые четкие Кейтлин была восхитительна Ну, в общем, то, как она умеет катать эту программу Как она умеет кататься под Эдит Пиаф Она продемонстрировала еще в прошлом сезоне Решила поэтому оставить на этот год этот шикарный совершенно номер, будем так говорить Рави Валия, Рави Валия все последние годы с ней Знаете, как говорят, тренер одного ученика Ну, потому что следующих мы пока еще не видели Пока что он остается тренером одного ученика Ну, как в свое время, да, все знали тренера Ирины Слуцкой, Жанну Громову Потому что, по большому счету, Ирина Слуцкая была самым успешной Была самым успешной ее ученицей И с ней она действительно предстала миру И в течение долгих лет, как лидер женского одиночного катания Как тренер лидера женского одиночного катания Смотрите, четко, как флип, тулуп поставила, выехала У нее прыжок шагов, у нее луц Высоко, четко, ой, красота, конечно, не придраться И при этом настроение, шарм Вот это французское, парижское обаяние Все движения продуманные Изумительная программа от Кейтлин Осмонт Она, кстати, в свободное время любит рисовать Вообще, очень девушка влюбленная в фигурное катание Про нее много говорили еще в преддверии сочинских олимпийских игр Все ждали, что она там выстрелит Но после такого среднего сезона не получилось В Сочи она была 13-й, на мире 11-й Потом целый сезон она пропустила И, можно сказать, что, знаете, два сезона она возвращалась на прежний уровень И вот в прошлом году вернулась во всей своей красе Кейтлин Осмонт И второе место на мире И вы знаете, понимаете, у нас с вами будет, ох ты, 76-06 Я так боялся об этом говорить Я понимал, что, скорее всего, будет лучший результат в ее карьере Но так и есть Все тут щедро отсыпали 7-6-06 Ну, знаете как, минус 3 балла бы скинем Было бы это где-нибудь на нейтральной территории Было бы где-то 73-74 А здесь, конечно, ну, канадцы имеют право Не будем забывать, командный турнир опять будет на Олимпиаде И канадцы с Кейтлин Осмонт, с Патриком Чаном Дюамаль Редфорд и Скоттом Этессой Канадцы будут претендовать на первое место в командном олимпийском турнире Потому что с появлением, с таким прокатом Кейтлин Осмонт Они имеют 4 первых Первых, я подчеркну Я не пользуюсь этого слова, потому что Патрик Чан может откатать короткую программу так Что он будет среди лидеров И получит много баллов Ну что же, результаты на наших с вами экранах Эшли во второй разминке будет Ну, точнее, в первой разминке Во второй от начала Спасибо огромное девушкам за эту короткую программу Поздравляем и Кейтлин Осмонт, и, конечно, Анню Погорилу, и Машу Соцкого Россиянки преследуют канадку Ну, а что мы видим дальше? Через 20 минут у нас с вами короткий танец Про Тессу со Скоттом мы уже с вами сегодня вспомнили Вспомним, еще и увидим Ну, а завтра произвольная программа «Девушек» в 20.00 по Москве И в 22.15 произвольный танец Ну, а показательные в воскресенье в 23 по Москве Итак, дорогие друзья Прощаюсь с вами ненадолго С вами был Андрей Журанков Увидимся и услышимся очень скоро Потому что впереди у нас произвольный танец Скейт Кеннеда И я думаю, что румба и самба никому не оставят равнодушными Ча-ча-ча, сальца Ой, латино нас с вами ждет До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok